здравствуйте отдел защиты семян компании сингента вновь продолжает цикл обучающих роликов знатоками и профессионалами своего дела в области сельского хозяйства погодные условия меняются в ту или иную сторону что безусловно не может сказаться на сроках сева озимых культур если же мы говорим за ранние сроки сева то с чем мы можем столкнуться прежде всего это повреждение злаковыми мухами именно злаковые мухи является одним из факторов снижения кущения и гибели растения в целом в осенний период именно о них сегодня пойдет речь сегодня в нашей студии эксперт компании сингента ольга воблова которая расскажет нам чуть больше о биологии методологии и мерах защиты против данных вредителей ольга здравствуй день добрый давай наконец разберемся какие мухи прилетают может это домашние мухи может это мухи которые кто-то привез из каких-то экзотических стран вообще чем они отличаются друг от друга вообще откуда пошли мухи почему они вредят вообще двукрылых насекомых на свете очень-очень много они встречаются практически везде и занимают практически все экологические ниши это очень интересная группа насекомых если у вас рядом с полем нету непосредственной близости фермы или грандиозной свалки то скорее всего это так называемые злаковые мухи которые питаются именно злаковыми растениями всевозможными они пришли к нам на наши культуры из природы да в природе они питаются на тех злаках которых вы которые вы видите вокруг ваших полей на пыреи например есть мухи приуроченные к ежовникам к примеру в основном это вредители проса теперь для нас когда человек стал выращивать эти культуры мухи соответственно перешли питаться на ту кормовую базу которую им предложил человек вот и все всего-навсего сейчас мы вопрос про мух достаточно сложный мы попробуем его упростить и сделать так чтобы это уложилось в некую схему в голове у тех кто вынужден заниматься или сталкиваться с этим вопросом вот сегодняшняя наша беседа посвящена группе так называемых злаковых мух не домашних не паразитических не хищных а именно злаковых которые питаются на зерновых колоссовых культурах злаковые мухи озимые культуры расскажи пожалуйста вот смотрите если мы откроем старый советский определитель посмотрим таблицы по определению мы насчитаем там около 65 видов мух которые будут поражать повреждать зерновые колоссовые выбросим проса кукурузу а именно вот колоссовые культуры около 65 видов это немало если мы придем в поле поставим ловушку или пройдем с очком наловим у человека который никогда с этим не сталкивался возникнет масса вопросов поэтому хочется всегда упростить или разложить по полочкам всю эту информацию можно это или нельзя в принципе любую информацию можно разложить по полочкам с некоторыми условностями давайте мы сразу условимся что сегодня мы говорим про озимые культуры потому что с яровыми будет картинка несколько иная мы говорим в общем о всей стране почему это важно потому что в разных зонах у одного и того же вредителя может быть разное количество поколений пример гессинская муха да или яровая муха на юге это два поколения чем севернее тем меньше поколений соответственно в каких-то зонах будет только одно поколение и там она будет действительно яровая муха а для юга она будет собственно говоря и вредителям озимых культур злаковые мухи большая группа на кого они в принципе похожи то это либо просто мухи которые похожи на обычную нашу домашнюю муску доместику домашнюю мушку и так называемая группа галец это насекомые больше похожие на комара их так называют иногда комарики если мы вспомним гессин куда ее называют либо гессинский комарик либо гессинская муха и я на слайдах сделала надпись именно гессинский комарик для того чтобы в голове отложилось что она сама похожа больше на комара есть еще группа хищных паразитических насекомых двукрылых они тоже есть галицы есть комары толкунчики из разных групп они есть существуют мы сегодня про них говорить не будем я думаю что эта тема для отдельного разговора достаточно серьезного как их отличать от фитофагов злаковые мухи как я уже сказала больше 65 видов насекомых двукрылых да то есть у них два крыла часто задают вопросы как отличить например от пилищика многие пилищики похожи у пилищиков на взрослого насекомого 4 крыла у мухи два крыла и маленькие недоразвитые два остальных называются они жужжальца на фотографиях там где будут мухи это будет видно кому будет интересно можно будет посмотреть если мы почему я акцентирую внимание именно вот на злаковых мухах от общей перечень злаковых мух когда мы дойдем до численности до экономических порогов вредоносности встанет вопрос о том сколько же в общем до этих самых мух должно быть чтобы начинать обработки к примеру соответственно вот понятием злаковые мухи часто это собирательное название собирательное название сюда входит большинство этих видов и соответственно есть некоторых в литературе есть и пв которые рассчитаны именно на группу злаковые мухи в общем в общем если вы не хотите разбираться да то в общем там злаковые мухи 8-10 экземпляров на 10 взмахов с очком экономический порог вредоносности соответственно про это мы тоже с вами договорились переходим к самому сложному если мы говорим про озимые культуры то у нас получается две части сезона когда будут активны насекомые те же мухи это осень когда мы сеем культуру ну летом конец лета до начала осени когда мы сеем культуру она начинает вегетировать и весна когда культура возобновляет свой рост и соответственно прилетают новые мухи либо продолжают вредить те которые у нас остались с осени поэтому мы разделим сейчас нашу беседу на две части начнем мы с осени спасибо подробно разберем ее эту часть и затем перейдем к весне вот на слайде вы видите таблички с надписями насекомых я их разукрасила в разные цвета почему так кстати получилось то какой-то маркетинговый ход я сама для себя да когда пыталась понять как с этим всем работать наши вопросов задается очень много по мухам практически все одинаковые из разных зон и мне захотелось простить еще таким способом визуальным этот процесс вот смотрите голубым цветом подкрашены те вредители с которыми относительно легко справиться это либо почвообитающие вредители вот внизу долгоножки к примеру или ростковая муха это насекомые которые дают несколько генераций личинки всегда живут в почве и и они призваны собственно говоря утилизировать растительные остатки ну соответственно если у нас нет растительных остатков почве куда они пойдут то они будут утилизировать то что найдут в этот момент они становятся для нас с вами вредителями вот хотя на самом деле они просто сапротрофы они живут в почве вредящая стадия до личинки живут в почве соответственно самый простой способ защиты от данных насекомых и это обработка семян с инсектицидным компания инсектицидом до опрыскиванием вы насекомых почве никаким образом достать не сможете и следующая синенькая рамочка да это минеры минеры которые повреждают листья на откладывают и и яйца на листья и питаются в листьях это агромизы лиреомизы еще там множество видов всевозможных ячменный минер к примеру будут несколько лет назад в ростовском ячменный минер служит сложнее ячменный минер да 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 тоже сюда в эту группу относятся совершенно верно они в основном начинают питаться в листьях их легко заметить и их легко снять проконтролировать современными инсектицидами то есть можно по факту уже по факту по наличию личинки принять решение у всех мух бредящая фаза это личинки а если какой-то температурный диапазон при котором можно работать инсектицидом фолиарно вот пример мы увидели проблему на листе тот же ячменный минер вот и зачастую это уже в такие фазы так какие погодные условия складывающиеся ближе к зиме то есть где уже температура близится там к нулю там либо к отрицательным если какой-то нижний порог или на что следует обратить внимание при фолиарной обработке по минерам к примеру если мы говорим про осень осень естественно и у нас мы приняли решение все-таки проводить обработку по минирующим мухам если минирующая муха сама активна то и инсектицид будет эффективен здесь в данном конкретном случае нам нужен инсектицид который проникнет под кутикулу листа в ткань потому что все минеры питаются внутри листа в паренхиме они ее выедают соответственно нужен препарат который попадет именно туда в паренхиму соответственно из продуктов компании сингента лучший вариант это эйфория может быть и октора если нам нужен только теме таксом только теме таксом да только системная составляющая нас например нет никаких других вредителей что-то крайне редко бывает обычно и все вместе приходят и все вместе да очень редко бывает что там у нас только мухи в данный конкретный момент вот и больше никого нет ну предположим что у нас вот только минер мы видим его в листьях и мы хотим от него избавиться все насекомые у нас хладнокровные животные и они напрямую зависят от температуры чем ниже температура тем менее они активны если мы говорим про эйфорию или про актору она должна попасть внутрь листа самое важное это то тот температурный режим который у нас складывается именно в момент обработки в момент обработки в ближайшие сутки если температура в принципе выше плюс пяти препарат попадет в лист и при питании насекомым он сработает единственное что чем ниже температура тем насекомое меньше питается этот момент нужно учитывать конечно если вы сегодня плюс пять и на завтра у вас пониже еще понижение температуры то нет смысла применять в данный момент препарат потому что он будет находиться в листе период полураспада никто не отменял а пусть он и достаточно большой в данном случае а вот насекомое все равно не активно оно питаться не будет то есть смысла в данный конкретный момент применять препарат нету то есть либо мы должны ждать повышение температур и соответственно повышение вредоносности насекомое будет питаться насекомое будет наносить вред растению и в этот момент мы применяем препарат либо мы ждем уже весны и по факту смотрим сколько у нас осталось пить зимовавшего минера то есть при понижении температуры смысла работать фолярной энтикицидом уже нет мы ждем весны если мы говорим конкретно про минеров про минирующую муху то да данном конкретном случае лучше уже тогда если повышение температуры не наблюдается лучше дождаться весны но что те личинки которые совсем маленькие они погибнут в любом случае для многих вредителей там вообще плюс 10 есть порог для личинок младших возрастов они не перезимуют а для личинок старших возрастов которые перезимуют соответственно мы уже весной можем принять решение стоит работать или нет мы следим за прогнозом погоды и принимаем уже решение в зависимости от численности вредителя на поле если вы посмотрите на схему вы увидите квадратики оранжевого цвета это достаточно опасные вредители и опасность их кроется именно в том что вредящая стадия личиночная а мы с вами можем побороться либо с и мага с взрослым насекомым либо же мы обязаны по некоторым вредителям мы сейчас подробно про это поговорим применить инсектицидный протравитель чтобы изначально при отрождении личинки когда и надо очень мало пищи она попиталась и погибла почему почему это настолько важно то есть мы учет должны вот вредителей которые в оранжевых рамочках учет должны проводить обязательно и магинальной стадии взрослого насекомого чтобы принять решение а если мы говорим про протравитель то мы вообще заранее должны решить да обрабатываем мы семена или не обрабатываем об этом я чуть позже расскажу да мы поговорим про это подробнее сейчас мы остановимся на вопросе почему да почему именно если мы говорим про опамизу и озимую муху это два таких специфических вида с очень схожей биологии мы должны с вами понимать что здесь мы можем пронаблюдать и побороться только с мухой взрослой почему муха летает осенью везде во всех зонах одно поколение и того вредителей другого и опамизы и озимой мухи они откладывают летают они осенью причем вылетают они рано они вылетают в июне месяце но им нужно допитаться чтобы генеративные органы у них развились и откладывать яйца они могут начать только в конце августа либо еще позже зависимости от погодных условий и соответственно они яйца откладывают в почву рядом с растениями но личинки из этих яиц осенью не выходят то есть мы обработали семена мы считаем что растение у нас защищено он нет личинки те которые будут кушать наше растение выйдут только весной и мы весной увидим то что они могут сделать соответственно весной как вы понимаете ни один протравитель какой бы он замечательный не был своего своего своей эффективности не сохранит он к этому момент поэтому на этих двух объектах мы сакцентируем свое внимание опамиза и озимая муха посмотрим как они выглядят и соответственно как их нужно учитывать и вот именно поэтому и на них нужно обращать особое внимание что они не контролируются осенним применением инсектицидов в обработку семян а против них получается нужно проводить отдельные защитные мероприятия закономерный вопрос да а какая стадия развития растения больше всего интересуют муху уязвимая фаза нет нет вот опамизе она сама зерновые есть не будет правильно она только отложит яйца но когда она полетит на поле зерновыми культурами пока она черная она туда не полетит потому что она не понимает есть там еда для ее детей или еды для детей нету еще пока что то есть только после всходов считается что наиболее привлекательна эта фаза 2 3 листа зерновых культур злаковых соответственно в это время мы должны провести учет и понять есть она у нас нету ее у нас сколько ее у нас нужна нам обработка или не нужна нам обработка вот и здесь опять же если температуры резко падают то смысла проводить обработку нету потому что мухи как мы уже сказали хладнокровные животные они активны в зависимости от температур поэтому чем лучше погода для человека тем она лучше и для мушки и следующая группа который вот сверху у нас показаны вредители которые наземные мухи муха летает сверху и откладывает яйцо уже тоже непосредственно на растение но они также как и озимая муха и опамиза питаться будут внутри растения их пункт назначения это точка роста их цель их цель до самая вкусная точка роста зачатки стебля они будут питаться именно там и вот с этими вредителями соответственно если у нас есть инсектицид в положенный на семя во время обработки семян и он уже там в почве то мы можем спать спокойно а вот если мы его туда не положили то соответственно мы должны предпринять фолярную обработку именно против и магинальной стадии то есть против взрослого насекомого почему многие спрашивают но препараты же системные препараты системные мы применим они же туда попадут ну возможно для очень маленьких растений это еще и будет действовать если вы попадете на почву у вас будет высокая влажность почвы что-то возьмется корнями и пройдет с токами наверх проблема в том что не никотиноиды будь то по опрыскиваем растения то они будут двигаться наверх а нам нужно чтобы они попали вниз туда где у нас точка роста да то есть это возможно только через корневую систему только таким способом и никаким другим соответственно если мы не применили инсектицид при протравливании семян при обработке семян торм бороться мы должны в данном конкретном случае именно против взрослой магинальной стадии мухи потому что победить личинку опрыскиванием вот конкретно этих вредителей очень тяжело очень тяжело практически невозможно да этот момент нужно обязательно учитывать для контроля и магинальной стадии необходимо отдавать предпочтение контактным все-таки действующим веществом инсектицидным если мы говорим только про магинальную стадию до туда за и магинами что мы вот нас не интересует сейчас не для которая там может быть еще на растении какие-нибудь цикадки еще там что-то а вот только магинальная стадия мух туда в данном конкретном случае нам нужен контактный инсектицид и оптимально выбранное время для обработки чтобы насекомые были достаточно активны чтобы мы на них могли попасть непосредственно как это время вычленить средняя или на это осень да это у нас осень соответственно температуры у нас максимальные где-то во второй половине дня в районе двух часов то 24 часа желательно чтобы ветер был не сильный но как стандартное правило применения препаратов да но в данном случае опять же чем меньше ветер тем лучше именно с точки зрения попадания конкретно на мух и желательно еще чтобы инсектицид обладал репеллентным действием или антифидант чтобы мухи не хотели прилететь на это поле отпугивали да отпугивающие это идеальный вариант данном случае потому что мы с вами контактно убьем тех которые у нас в данном конкретном на данном конкретном поле в данный конкретный момент но завтра может прилететь новая партия особенно если у вас рядом достаточно приличное количество пырья вот и мухам там было хорошо они хотят расселиться то они обязательно посетят ваше поле с озимой пшеницы или зимым ячменем получается логически что обработка семян с инсектицидным компонентом дает нам какую-то уверенность в том плане что если мы применяем фолиар на то мы работаем здесь и сейчас повредителям а если обработка семян то в течение определенного количества дней неважно прилетит муха сегодня завтра или после этого дождичка в четверг то все равно действие инсектицида будет он уже там он уже лежит в нужном месте у нас из яйца вышла личинка она начала питаться и тут же погибла не успев собственно говоря нанести вреда который она может нанести вот на фотографиях вы можете видеть растения в которых уже живет муха как раз такого вида про которого мы с вами говорим соответственно она питается как раз в точке роста и инсектицидом фолиарно мы попасть туда практически не можем потом в данном случае при применении фолиарных инсектицидов очень много нюансов очень много но которые мы должны соблюсти погода насекомые которые прилетели именно сегодня сегодня у нас массовый вылет залет к нам на поле или он будет завтра в какой день он будет и к примеру сегодня может быть и хорошо по температуре но ветер очень сильный завтра не будет ветра но температуры упадут резко в данном конкретном случае если мухи в данной зоне действительно серьезная проблема то протравитель всегда или инсектицид нанесенный на семена всегда дает лучший результат и более гарантированный результат в любом случае он будет ольга ну вот злаковые мухи есть какой-то какие-то отличительные черты при повреждении той или иной муха или уже все не повреждают там точку роста и все нет никаких особенностей на чтобы можно было обратить внимание глядя на поврежденное растение нет 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 в принципе у многих есть нюансы по которым можно определить что это вот данная конкретная муха как мы сказали уже есть группа минеров которые повреждают только листья их масса всевозможных агромизы лириомизы еще несколько всевозможных видов там масса да вот ячменный минер правильно вы сказали соответственно с осенью миромиза зеленоглазка они будут их повреждение будет выглядеть примерно одинаково яровая муха которая казалось бы яровая да но для юга она будет второе поколение будет как раз повреждать может повреждать озимые культуры они будут примерно в этот момент они будут примерно одинаково внедряться вот как на фотографии до внутрь растения и идти к точке роста там тоже могут быть нюансы потому как она там идет это если кому-то будет интересно в определителях это все есть можно посмотреть конкретного конкретный вид часто можно определить но не всегда соответственно мы осенью контролируем тех вредителей которые сверху откладывают яйца и начинают тут же развиваться и они соответственно вот в той фазе в которой они разовьются либо это будет пупарий либо это будет недопитавшаяся личинка либо допитавшаяся личинка но не окукливаяся они уйдут с нами на весну а вот наши подруги а помиза и озимая муха они отложили яйца и эти яйца будут в почве до весны и весной уже личинка внедрится в растение и пойдет опять же к точке роста вот их между собой практически невозможно определить только уже по личинке соответственно по определению профессиональному да как положено соответственно а помизу с озимой мухой мы должны с вами увидеть обязательно осенью и принять решение проводить обработку или нет если мы не провели обработку осенью то дальше мы можем только констатировать факт сколько она у нас повредила соответственно сколько она у нас унесла урожая все остальное мы можем контролировать более или менее с помощью протравителей содержащих инсектицид ну соответственно самое страшное повреждение конечно это точки роста есть мухи которые уходят и повреждают узел кущения есть мухи которые до узла кущения не доходят то есть это тоже как один из факторов отличающих разные виды но для нас с вами суть потеря главного стебля всегда проблема самая большая проблема соответственно минеры это достаточно просто решаемая проблема при современных инсектицидах будь то протравители будь то фолярные обработки при соблюдении нехитрых правил можно получить достаточно высокую эффективность да еще хотел один момент сказать про важность истории поля да если вы знаете какие мухи вредоносны в этой зоне конкретно где находится хозяйство у вас есть история полей история повреждений это очень облегчает работу потому что нам например да с протравителем надо принять решение какой препарат выбрать еще летом или даже там весной чтобы сделать правильный выбор соответственно нужно знать что вообще в этой зоне происходит историю что было до сего момента потому что отследить тех же мух многих мы посеем предположим там в сентябре или в октябре а принять решение нам надо летом мы еще понятия не имеем что там у нас летать да 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 здесь на помощь приходит история поля история данной зоны соответственно опыт предыдущий накопленный опыт этот тоже момент очень важный следующий вопрос соответственно как нам понять сколько у нас мух и какие у нас мухи изначально нам нужно отловить самих мушек это самый простой надежный способ потому что как мы уже проговорили с многими личинками бороться либо бессмысленно либо очень сложно соответственно нужно отследить и магинальную стадию взрослых насекомых есть два способа которые в принципе применяются для наблюдения за мухами это метод водных ловушек или кошения и кошения с очком осенью интереснее выгоднее и на мой взгляд проще все-таки это ловушки водные растения еще очень маленькие косить не всегда удобно с очком а вот весной с очок достаточно удобная штука соответственно ловушки водные ловушки это очень простая конструкция можно взять просто стаканы ну если например мы берем просто стакан и пойдет сильный дождь у нас перельется вода через верх поэтому было придумано усовершенствование некоторое это два стаканчика в нижний стаканчик вы на донышко кидаете камушек грубо говоря и в нижнем стакане в нижнем стаканчике вы делаете дырочки отверстия из которых будет сливаться лишняя вода сверху ставите второй стаканчик соответственно в который вы наливаете водичку добавляете туда мыльное средство для того чтобы снять поверхностное натяжение и отлавливаете таким образом мушек цвет стаканчиков мухи летят на белый цвет могут лететь на синий цвет но предпочтительнее для мух все таки стаканы иметь белого цвета желтые клеевые ловушки иногда используются но в открытом грунте мне клеевые ловушки честно сказать не нравятся для тех зон где ветра и пыль они очень быстро забиваются этой самой пылью на них ничего не приклеивается в этом есть дефект а вот водные ловушки достаточно удобное средство Ольга ну мы с собой подготовили небольшой краткий курс о том как правильно восстановить ловушки давайте посмотрим его Ольга скажите почему мы сами приселиться в пшенице Самый информативный метод исследования мух все таки это установка водных ловушек мухи все таки стремятся поближе к растению туда к тем местам где им нужно откладывать яйца поэтому если вы хотите установить тщательно видовой состав который у вас на поле вам все таки понадобится устанавливать эти самые водные ловушки Давайте поговорим о том как мы можем это сделать как устанавливать просто на поле класть либо же на пшеницу положить я не знаю На самом деле все достаточно просто нужно взять емкость стаканчик баночку сделать углубление в почве чтобы стаканчик или баночка помещались туда практически полностью почти вровень с почвой и заполнить этот стаканчик или баночку водой желательно в воду добавить жидкого мыла для того чтобы снять поверхностное натяжение с воды чтобы все кто рядом пролетает с этой водой остались именно в ней а и не смогли с нее никак улететь упорхнуть или выбраться Ольга вот мы с тобой в стаканчик надавили там всякая интересная женность и теперь давай немного поговорим о идентификации вот поймали мы ту самую муху а какая там муха может это азима может это апамиза там или мирамиза как их отличить я вот собрала на слайде основных да основных кого мы можем поймать самых опасных соответственно что нужно помнить прежде всего размер мух очень небольшой все представляют домашнюю муху да у нее тельца больше 5 миллиметров так вот все наши злаковые мухи у них тельца меньше 5 миллиметров у разных видов по разному ну где-то в районе между 2 между 2 и 4 с половиной миллиметрами это маленькие мушки соответственно если у вас нет рядом фермы или грандиозной свалки то вероятнее всего у вас в стакане или в сачке находятся злаковые мухи вы можете посмотреть сличить их они могут быть черные как яровая муха они могут быть серенькие как дели ростковая муха или азимая муха красивые с полосочками как зеленоглазка мирамиза тоже на нее очень похоже либо напоминать комарика галицы так называемые осенью может быть у нас гейсинская муха или гейсинский комарик который очень похож на такого толстого комара напившего как будто он уже испробовал чей-то крови у самки очень хорошо видно яйцеклад в отличие от обычного комара у самца яйцеклада соответственно нету он больше похож на стандартного комарика соответственно здесь нужно понимать апомиза апомиза как ее отличить от всех других раз мы говорим что она настолько опасная у него специфические крылышки на крылышках есть штрихи их достаточно неплохо видно если вы рассмотрите эту мушку вы увидите штришки на крылышке если вы видите эти самые штришки на крылышке значит у вас есть апомиза которая отложит яйца а вредить будет весной есть вот с азимой мухой немножко сложнее они обычные серенькие похожи на обычных мух делия ростковая муха тоже примерно такая же но собственно говоря здесь в данном конкретном случае можно их не разделять поскольку ростковая муха тоже отложит яйца в почву и личинка будет питаться в почве если у вас чистый посев без сорных растений то скорее всего и делия будет есть корни ваших растений заметите вы это или нет тоже другой вопрос но питаться она будет в обязательном порядке соответственно вот эти 2 основных таких вида которые нужно в данный конкретный момент отличить от всего остального ну и следующий вопрос который встает перед всеми когда мне если у меня нету даже если у меня обработанные семена да и я наловила помизы или азимой мухи встает вопрос сколько ее должно быть чтобы она навредила все это в принципе рассчитано мы знаем какая плодовитость у этих мух соответственно мы можем просчитать будущую вредоносность какой момент нужно всегда учитывать когда мы смотрим на числовые значения экономических порогов вредоносности если у вас в вашей зоне есть ваши зональные экономические пороги то лучше всегда использовать их если их нету ну придется тогда взять общие но подходить к ним нужно тоже критически нужно понимать что они рассчитаны для оптимального стеблестоя или оптимального количества всходов не на изреженный пассив то есть соответственно если у вас пассив изреженный вам придется пересчитать сколько вы потеряете растений при такой численности и соответственно порог будет скорее всего ниже для вас и второй какой момент ЭПВФ всегда учитывает только прямые потери это так называемые потери в размере 3-5% которые которые ну если мы смотрим на мух конкретно да если и магинальная стадия взрослые насекомые то это будущий ущерб да если мы смотрим на личиночный то скорее всего этот ущерб уже состоялся то есть мы можем просто констатировать факт и соответственно нужно помнить что ЭПВФ не учитывает никогда тех явлений которые несут с собой например насекомые перенос вирусов к примеру если мы говорим про тлей либо какая стадия является вредоносной а какой с какой мы можем побороться вот мухи та же апомиза или азимая муха мы можем с вами контролировать только взрослая насекомая личинку которая будет вредить мы уже контролировать с вами не сможем никак никак никаким образом поэтому экономический порог по личинке в данном случае будет нам только говорить о том сколько мы урожая потеряли сделать мы уже с вами все равно ничего не сможем по факту Ольга как ты считаешь вообще те значения которые сейчас мы видим в различных справочниках учебниках в интернете актуальны ли они сейчас либо же это рассчитывалось еще нацать лет назад ну последний справочник вышел в 2016 году и он все равно рассчитан на такую среднестатистическую технологию что такое среднестатистическая технология это тоже такой вопрос очень интересный если у вас к примеру поле с которого вы хотите снять урожай на семенные цели у вас будут совершенно другие показатели вы не можете на ориентироваться на общие показатели экономических порогов вредоносности если у вас культура под какие-то конкретные цели и показатели качества должны быть соответствовать каким-то совершенно абсолютным критериям конкретным соответственно вы должны и экономические пороги для разных вредителей рассчитывать исходя из этих потребностей многие пороги достаточно старые то есть когда вы берете экономический порог местный например не поленитесь посмотреть в каком году он был просчитан это тоже немаловажно на какие сорта он рассчитан сортовой состав у нас постоянно меняется а это тоже имеет немалое значение совсем немалое соответственно соответственно к экономическому порогу нужно подходить критически это как пожар мне очень нравится сравнение с пожаром если он только начинается и вы можете его легко потушить да вы его видите что он уже начинается вы что будете делать я надеюсь вы будете его тушить надеюсь ждать никто не будет да а если вы я подожду еще там вот еще чуть-чуть но здесь уже стоит вопрос о том а сможете ли вы в тот момент когда он еще чуть-чуть разгорится погасить его а ветер у вас поднимется а бензинчик кто-нибудь подольет вопросов очень много вы забыли что у вас там рядом лежит тряпка промасленная она сейчас загорится вот то есть вопросов нюансов очень много к экономическому порогу нужно подходить критически нельзя просто необдуманно взяли цифру вот предположим у нас там пять шесть мух у нас вот этих мух предположим прилетело четыре а там еще какой-то мухи две или там две с половиной мы же будем считать на количество ловушек всех да и у нас пол мухи не хватает до экономического порога вредоносности например мы не применили препараты при протравливании семян с инсектицидом если это вредители которые будут давать второе поколение мирамиза зеленоглазка там гейсинская муха которая даст весной массу поколений мы таким образом с осени оставляем этих вредителей у себя на поле и понимаем что весной мы обязаны к этому вопросу вернуться в обязательном порядке они уже здесь они прилетели поэтому здесь какого-то одного универсального правила не будет нужно подходить творческий к этому вопросу ну вот кстати касательно творчество вот сейчас ты говоришь о экономическом пороге вредоносности о значениях каких-то определенных получается к каждому вредному объекту есть свое значение при котором уже необходимо работать но вопрос заключается в следующем если у нас несколько вредителей 3-4 вредителя и по каждому вредителю не был достигнут экономический порог вредоносности а все эти вредители мы увидели с помощью ловушки на одном поле в таком случае надо работать или нет? для этого существует в плане мух мне нравится здесь подход когда злаковые мухи если вы нас собирали 8 штук да не важно не важно каких да это говорит о том что у вас будет все-таки эти 3-5 процентов потери урожая но опять же вот в данном конкретном случае если мы говорим про осень и озимые культуры было бы очень неплохо знать есть ли там апомиза и озимая муха в этих 8 и вдруг там 8 именно их вдруг или там например 8 ипв да а у вас 7 вы нас собирали почему вот для особо опасных вредителей для них выделен отдельно порог для гесинской мухи для озимой мухи кстати для опомизы я не нашла может где-то есть но биология у озимой мухи и опомизы очень схожи они практически одинаковые собственно говоря их можно сложить вместе вот там 3 мухи на 10 взмахов с очком соответственно здесь он ниже чем в общем всех злаковых мух именно потому что очень коварные эти вредители и соответственно вред мы от них получаем весной побороться можем только осенью а весной уже сделать мы ничего не сможем давайте мы подведем итог то есть осень у нас заканчивается соответственно что же нам делать вот сейчас да сеять сеять семена нужно будет а мы понимаем что у нас есть только два вредителя которых мы не можем контролировать протравителем инсектицидом в протравителе это апомиза и озимая муха их только два собственно говоря всех остальных с осени мы можем пресечь их развитие с помощью протравливания семян с помощью обработки семян соответственно если мы нашли эту самую апомизу и озимую муху то нам достаточно каратезиона который обладает репеллентным свойством будет отпугивать этих самых мух от этого поля выбрать нужно оптимальные условия по температуре в идеале где-то между 12 и 17 градусами мы говорим про осень но если такие осени как последние годы то и 20 может быть смотрим по ветру чтобы он не был сильным как по правилам опрыскивания и проводим обработку то здесь в данном конкретном случае нам нужно попасть именно по достаточно активной мухе не рано утром когда все спят еще не ночью когда все уже спят нам надо попасть именно по самому объекту который нас интересует если у нас добавляются минеры и мы не обработали листовые минеры да листовые минеры мы не обработали семена то здесь лучше взять эфорию потому что мы уберем соответственно из листа эту личинку если вернуться к вопросу о протравителях о протравителях очень важно насколько я понимаю да вы меня поправьте Александр насколько я понимаю очень важно понимать в какие сроки мы сеем нашей культуры да безусловно это важно обработка семян вообще если мы говорим за фолярное применение то мы должны учитывать много факторов там день ночь лед муха и так далее то обработка семян дает нам возможность отойти от этих всех вопросов то есть не важно когда прилетела муха там вечером днем с утра там или послезавтра обработка семян и инсектицид в обработке семян будут уже работать почему мы распределили на ранние и оптимальные сроки сева все продукты представлены на слайды имеют инсектицидный компонент почему при ранних сроках мы работаем максимальными дозировками по действующей по инсектицидному действующему веществу да потому что у нас вся осень впереди у нас впереди вегетация культуры и вследствие этого нам необходимо максимально защитить растения от повреждения там злаковыми мухами там или другими вредителями таких как хлебная жужелица проволочники цикадки там и так далее и тому подобное поэтому при ранних сроках сева необходима максимальная концентрация действующего вещества по инсектициду при оптимальных сроках сева то есть лед мух уже идет мы уже можем прогнозировать какое-то окончание этого срока мух и такая сильная защита в виде инсектицидов обработку семян нам не нужна поэтому мы спускаемся немножечко нише по инсектицидному компоненту и здесь уже дозировки будут средние либо средне-высокие либо средне-низкие опять же все в зависимости от условий поэтому делая выбор в дозировке продуктов для обработки семян с инсектицидным компонентом обязательно учитывайте эту вещь какие у вас сроки сева являются они ли ранние для вас или оптимальные все эти моменты нам необходимо учитывать для того чтобы спать спокойно есть еще один момент немаловажный здесь дело в том что мухи которые развиваются в нескольких поколениях в течение сезона последние поколения у них приурочены как раз где-то к концу августа к сентябрю но не к октябрю если мы не берем там апамизу озимую муху а вот именно вредители которые развиваются в нескольких генерациях они максимально вредоносны и максимальное количество яиц могут отложить на пассивах ранних сроков прежде всего вот этот момент тоже нужно учитывать соответственно чем дальше в сезон мы уходим тем их становится меньше вы правильно сказали и соответственно и пресс интенсивность повреждения будет меньше ну и основная задача обработки семян с инсектицидным компонентом в том что мы защищаем самую уязвимую фазу это там полтора два листа ну зачастую думаю что при фолярной обработке там полтора два листа растений но это очень маленькая площадь для того чтобы мы могли фоляр нанести инсектицид и грубо говоря обрабатывать инсектицидом землю ну не совсем экологически и экономически оправданно а инсектицид в обработку семян где действующее вещество будет уже находиться в летальной концентрации спасет нас от этих бед да соответственно мы заранее решаем массу своих проблем хорошо наступила весна предположим мы применили с вами инстива или селест макс или продукт с инсектицидом что весной нас ждет весной нас ждет очень интересная ситуация в том плане что инсектицидный компонент весной работать не будет его просто там уже к этому времени поэтому единственный способ возвращаясь к вашим словам это фолярная обработка здесь соответственно нас очень интересуют вредители у которых будет два и больше поколения наша зеленоглазка мирамиза они обычно развиваются в двух поколениях гейсенка в некоторых зонах может давать четыре поколения есть комарики так называемые пшеничные тоже галицы желтые оранжевые они развиваются в одном поколении но они очень интересные специфические только весенние вредители я бы сказала что эволюционно мухи или двукрылые фитофаги они приспособились съесть растения злаковые полностью то есть если мы начнем с долгоножек с дели с ростковой мухи они едят корни утилизируют то что там отмирает внизу соответственно минеры с осени предположим или зима амуха апомиза минеры которые осенью могут отложить яйца зеленоглазка та же мирамиза они могут съесть точку роста переходя в весну мы видим вредителей которые могут минировать листья в разные моменты жизни этого самого растения потом та же гесенская муха откладывает яйца за влагалище листа и питается развивающимся стеблем высасывая соки и есть еще вредители которые питаются непосредственно в колосе уже то есть у нас все очень интересно если разобрать взять растения да целиком то каждый вид где-то на каком-то участке сидит и собственно говоря двукрылые могут съесть растения целиком могу со своей стороны немножко дополнить о том что приходя там весной или осенью на поле как отличить повреждения злаковыми мухами к примеру там от каких-то заболеваний там корневых гнилей то верно ли утверждение о том что вредитель попитавшись на одном растении он перейдет на близлежащее растение и так далее то есть повреждения от злаковых мух допустим и других вредителей будут идти по рядку да да я поняла на самом деле для начала надо взять растение и его просмотреть если там есть муха личинка если это весна и личинка скорее всего там будет вы ее найдете вот на снимке вы можете посмотреть как она выглядит маленький такой червячок взрослые личинки обычно в районе восьми десяти миллиметров то есть не больше не надо ждать какого-то огромного там существа если они младше то соответственно они будут меньше аккуратно растения разобрать и посмотреть что кто кто там живет там кто-нибудь или нет смазка есть вредители которые питаются в одном растении есть вредители которые переходят из растения в растение есть там же те же галицы которые откладывают несколько яиц на одно растение несколько личинок питается на одном растении вот в принципе мухи они если в общем да чаще всего заселяют поле с краю Если вы посмотрите на условия установки водяных ловушек, то прежде всего мы их устанавливаем с краю, начинаем. Именно потому, что насекомое, если это не пшеница по пшенице, грубо говоря, то насекомое придет откуда-то, оно будет заселять с краев. Тоже такой фактор, который нужно учитывать и нужно наблюдать. Ну и, соответственно, болезнь всегда дает какой-то мицелий. Да, то есть нам необходимо вырвать растение, положить в влажную камеру, посмотреть, будет ли там образовываться мицелий. Единственное, что если вредителям повреждено, оно уже начинает отмирать, туда будут садиться всякие сапрофиты. И тут тоже нужно понимать, кого мы высеяли, какого гриба мы высеяли, кто у нас тут получился. Может, это уже доедает у нас гриб, начавший осенью умирать растение. Тут тоже этот момент нужно учитывать. Но, в принципе, чаще всего, да, насекомые либо край заселяют, либо идут по рядку. Муха тоже, как бы ей сильно летать далеко, она прилетела, она откладывает яйца, соответственно, в недалеко стоящие друг от друга растения. Зачем ей куда-то лететь, если вот столько еды здесь. Разные виды повреждают разные части. И встает вопрос о том, когда, соответственно, и как мониторить весной. В какой момент и каким образом. Момент, собственно говоря, мухи не самые холодостойкие насекомые. И, в принципе, у разных видов там разные температурные пороги. Ну, стандартно так, 14-15 градусов среднесуточная температура, это время лета. Если мы говорим про юг нашей страны, то стандартно это конец апреля, начало мая. Вот 21-й год такой очень холодный. Да, сроки несколько сдвинулись, это больше к маю пришел этот момент. Вот, то здесь тоже смотрим по погоде. Но весенним мухам, во-первых, температурный режим. Во-вторых, им уже нужно хорошо развитое растение, чтобы там дети, личинки допитывались. Соответственно, в это время, когда где-то в районе 14-15 градусов у нас среднесуточная температура, нам нужно выйти в поле для того, чтобы провести мониторинг. И здесь удобнее уже применять метод кошения сачком. Метод кошения сачком мы также подготовили. Сейчас мы посмотрим на кошение сачком. Сачок очень простое и удобное устройство, можно много, большие площади пройти с помощью этого нехитрого устройства. Совершенно нехитрого. Да, совершенно нехитрого. И, собственно говоря, узнать, кто у нас в поле водится. Давайте посмотрим. Да, давайте. Есть еще два нюанса, которые нужно обязательно учитывать. Это направление ветра. Нужно идти обязательно так, чтобы ветер дул в лицо тому, кто косит. И солнце. Вот вы видите тень от сачка. Тень нужно, чтобы она была за нами. Опять же, чтобы насекомых не распугивать. А теперь давайте проведем практические занятия. Ольга, ну как правильно сачок-то держать? Неужели нужно косить под самый корень? Как быть? Нет, нет. Сачок нужно погружать на одну треть диаметра кольца. Примерно так? Да, примерно так. Глубже не нужно. И при окончании кошения обязательно его нужно резко закрыть. Вот так? И перехватить рукой, чтобы никто от нас не убежал. Не убежал или не уйдет? Отлично. Давайте попробуем. Ольга, почему ты выделила отдельно зверя? Комариков, да? Комариков. Галицы оранжевая и желтая. Это галицы или так называемые пшеничные комарики. Они просто начинают лететь позже всех остальных. И почему позже их интересует именно колос. Их личинки должны питаться на колосе, собственно говоря. Поэтому они приурочены к моменту калашения азимых зерновых. В этот момент вылетает и мага. И мага живет. Они не питаются вообще, взрослые насекомые. Они просто откладывают, спариваются, откладывают яйца. Их жизнь, собственно говоря, взрослого насекомого длится около трех дней. За это время они должны все успеть. Соответственно, если они не попадут в фазу, то детям будет нечего кушать. Соответственно, здесь и учет должен быть приурочен к фазе развития культуры. Учитываются они во второй половине дня, скажем так. Либо в вечерние часы. Можно даже без сачка. Они роятся над растениями. Если вы подошли к полю, и у вас над полем вы видите каких-то комариков, тучками, то уже стоит задуматься. Скорее всего, это галицы. И стоит ожидать проблем. И здесь, как осенью сапомизой и озимой мухой, здесь получается, что нужна отдельная обработка. Если вы их видите, то, соответственно, нужна отдельная обработка именно по этим объектам. Зачем? И вообще экономически ли оправдана обработка против злаковой галицы? Какой вред она нам может нанести? Личинки питаются непосредственно нашим зерном с вами. То есть они могут уничтожить напрямую то, что мы так выращивали. Сами зачатки зерна, либо испортить зерно. Оно будет щуплое, некрасивое, с плохой натурой, с плохим качеством, с плохими пассивными качествами прежде всего. Поэтому здесь нужно, конечно, посчитать и принять решение. Нужна обработка или нет. Если, конечно, где-нибудь там в каком-нибудь одиноком углу поля мы увидели одинокую стайку, небольшую совсем, то, может, стоит и пренебречь этой обработкой. В принципе, порог 20 комариков на 10 взмахов с очком. Можно пройти с очком, посчитать и понять, нужно это или нет. Но нужно помнить, что они нанесут вред именно непосредственно уже зерну. Не растению, а именно тому, что мы с вами будем убирать. Из практики люди обращают внимание на этого вредителя? Работают по нему или… Очень часто его пропускают. Очень часто его пропускают. И здесь, опять же, есть проблема. Потому что, когда отложено яйцо, и когда препаратов, которые бы работали по яйцекладке, на сегодняшний день пока что у нас нету на зерновых культурах. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы представим такой продукт. Но сегодня пока мы не обладаем такими вещами. Соответственно, на яйцо мы повлиять не можем никак. Нам нужно либо убрать иммагинальную стадию взрослая насекомая, либо с личинкой бороться, опять же, тоже очень тяжело, потому что они прячутся, они за колосовыми чешуями, либо за обертками листа. То есть они не живут открыто. И достать их достаточно тяжело. Должно быть либо очень хорошее качество обработки, должен быть системный продукт. И все равно эффективность такой обработки может быть небольшой. Поэтому выгоднее обработать, выгоднее бороться все-таки с взрослым насекомым в данном случае. Либо со взрослым насекомым препаратом, который у нас подавляет и взрослая насекомая, и может при системном передвижении, при отрождении личинки, пока она еще маленькая, подействовать, повоздействовать на нее. В данном случае эфория очень хороший пример этого, когда мы и контактно убираем комариков, и используем антифидантное действие, отпугивающее репеллентное действие, лямбдоцегалатрина, что тоже немаловажно. И, соответственно, можем повоздействовать на свеже отродившуюся личинку. Личинки, как показывает практика, которые уже достаточно крупные, которые мы видим, их убрать очень тяжело, практически невозможно. Поэтому здесь результат зависит от скорости принятия решения, от того, насколько вовремя мы эту самую обработку с вами проведем. Ольга, разреши воспользоваться служебным положением и задать тебе такой бонусный вопрос. Злаковая листовертка. Много о ней слышно в последнее время, особенности на юге, я думаю. Но что, как... Злаковая листовертка, новый старый вредитель, вредитель, который был у нас в 80-е, в 90-е годы, потом, когда у нас была зима 2005-2006 года, многие помнят, были морозы ниже 30 градусов, ее не стало. Фокус в чем? Она откладывает яйца... Это бабочка. Это бабочка. То есть это не муха, это бабочка. Она откладывает яйца на деревья в лесопосадках. И эти яйца, личинка в яйце, она перезимовывает. И весной это яйцо, личинка выводится, и она на паутиночке спускается на поле, на наше. Да, куда дует ветер, на ту сторону она и попадет. И, соответственно, чешуекрылые вредители, они достаточно сложны в контроле. И здесь нужно понимать биологию ее и понимать, какие препараты против нее будут работать. К сожалению, препаратов классических, действующих хорошо на чешуекрылые, на зерновых культурах сейчас не зарегистрировано. Если мы говорим про злаковую листовертку, личинка, когда попадает на растение, она заходит, делает себе минку в листе. Махонькую такую, совсем маленькую, которую обычно никто не видит. Вот в этот момент с ними очень легко бороться. Здесь с помощью каратэ можно снять большую часть этих маленьких личинок. Потом, когда она подрастает, она заходит под обертку флагового листа, и оттуда ее достать практически невозможно. Очень тяжело. И ее физически тяжело очень достать, никакие препараты туда не перемещаются. И, кроме всего прочего, когда она уже будет жить открыто, она к этому моменту вред свой нанесет. Она уже съест полколоса, или весь колос, и урожай она уже унесет. Часто задают вопрос, что нам ждать. Да, вот ее же не было, теперь она появилась. Она восстановила численности после 2005-2006 года. Вот теперь мы ее стали видеть. Ну и, соответственно, если будет зима с температурой минус 30 градусов, она снова исчезнет. Забудем на несколько лет. Да, да, да. Если такой зимы не будет, то, соответственно, нужно помнить, что ареал ее будет расширяться. Она будет идти в разные стороны, на запад, на восток. И, я думаю, все больше и больше хозяйств в Южном федеральном округе и в Северокавказском будут ее видеть на своих полях. Сингента, как-то решать этот вопрос или нет? Ожидать ли нам что-нибудь? Да, мы постоянно работаем над портфелем. И я думаю, что через год у нас будет повод встретиться и пообщаться на эту тему. Снова? Да. Отлично. Подводя итог, что мы можем делать, как отконтролировать? Это обработка семян с инсектицидным компонентом и обработка инсектицидом фолиарным. Так? Все верно. Если мы говорим про зимые культуры, соответственно, мы контролируем осенних вредителей обработкой семян. И не забываем, что весной этого бонуса у нас уже нет. Да. И здесь мы уже полностью переключаемся на обработки по вегетации. Не нужно ждать, что случится какое-то чудо. И желательно понимать немножко в том, кто у нас с осени прилетел. Соответственно, чтобы не пропустить апамизу и зимую муху, с которыми нужно бороться осенью, хотя вред они нанесут весной. Этот момент нужно помнить. А весной, соответственно, общая масса мух в принципе на зимых культурах практически одновременно. Где-то при температуре 14-15 градусов среднесуточной. И отдельно, ближе к калашению, у нас могут быть так называемые комарики или желтое-оранжевое галица, которые повреждают именно зерно. Про них тоже мы не забываем. Если большими блоками в общем, то выглядит это вот таким образом. Отлично. Спасибо тебе большое, Ольга. Надеюсь, встретимся еще по нескольким поводам и расскажем в следующий раз уже непосредственно о яровых зерновых. Спасибо большое за приглашение. Я думаю, мы продолжим. Мы продолжим. Да. Все.